Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим на тему визита к венерологу. Когда необходим вообще визит к венерологу? Когда появились какие-то жалобы у вас, жалобы в частности на выделение из половых органов, какие-то необычные, особенно гнойное выделение, зуд сжения в области половых органов, нарушение мочеиспускания, это могут быть учащения мочеиспускания, зуд сжения при мочеиспускании, это может быть затруднение мочеиспускания, дальше появление каких-то высыпаний в области половых органов, это могут быть просто покраснения, могут быть язвочки, это какой-то незапланированный незащищенный половой контакт, незащищенный половой контакт с неизвестным партнером, также это может быть планирование беременности или обследование во время беременности. Вот основные причины обращения к венерологии. Что обычно происходит при визите к венерологу? Во-первых, очень хорошо, если вы принесете те анализы, которые вы сдавали, пусть даже не относящиеся к венерологии, за последние минимум 3-5 месяцев. Возьмите их с собой, чтобы врач ознакомился. Во-вторых, если вы что-то принимали, запишите это, чтобы потом не вспоминать на приеме венеролога, что же вы делали. В-третьих, желательно не мазаться перед приемом венеролога какими-то мазями, не пить какие-то лекарства, воздержаться от сексуальной связи пару дней и от мочеиспускания тоже 2-3 часа. Вот как необходимо подготовиться к венерологу. Что делает на приеме венеролог? Обычно это забор мазочков, они берутся вот таким вот зонтиком, вот в такую пробирочку и вот на такое вот стеклышко. Если вы боитесь болезненности и так далее, поверьте мне, что у венеролога всегда есть дополнительные методики, если это грамотный и опытный венеролог. Можно сдать сперму, можно сдать мочу на половые инфекции. Все это совершенно безболезненно. В нашей клинике платной КВД имеется специальная методика безболезненного забора мазочков у мужчин. Поэтому вот этих мазков бояться не надо, это время давно прошло. Сейчас есть возможность при нежелании делать мазок, обойти это, обойтись без этого, причем результаты получить не менее эффективные. Вторая часть исследования – это кровь. Если мазки сдаются на такие инфекции, как холомидия, микоплазма, реоплазма, ВПЧ, гонококтрихомонада, то кровь в основном сдается на сифилис, ВИЧ и гепатиты, а она берется из вены, к ней особенно готовиться не нужно. Единственное, что не нужно, есть много жирного. Кровь принимается, как правило, безболезненно, круглосуточно. И мазки, и кровь всегда можно сдать в нашей клинике платной КВД полностью анонимно. Вы можете не называть ни фамилию свою, ни имя отчества, назвать вымышленное что-то. Единственное, таким образом вы и получите, то есть в нашей клинике не требуют ни паспорта, ни других каких-то документов. Также для вашего удобства вы можете получить это по электронной почте результаты. Наша клиника платной КВД обладает самым широким спектром анализов, потому что мы сотрудничаем с 5 различными лабораториями. Также мы выполняем экспресс-анализы на сифилис, ВИЧ, гепатиты, кровь и мазочек на гонорею трихомониаз в течение 20 минут может доктор посмотреть. Поэтому при необходимости визита к венерологу обращайтесь в нашу клинику платной КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok